Это кабинет 300 решает, это только волевым решением можно сделать, как он в Эмбридерской этот самый комитет, он решает и политику, и направление, и горе Украины, так что здесь никакой Обама, он сам птенец по сравнению с ними, с Рокфеллерами и Рершильдами. Вот, поэтому, дай бог мне спокойно дожить. Я, то что я успеваю, я делаю, я иногда беседую со сцены, был у меня случай, я выступал на день пожилого человека, Саранский, звукорежиссер дал страшный звук, для стариков это было ужасно, я остановил концерт и 40 минут читал стихи, потом говорю, а теперь концерт. Они говорят, не надо, не надо, читайте, читайте. Ну, каким-то своим примером, что могу, вещаю иногда, так сказать, ну, показываю, что нельзя вот так. Ну, многие завидуют, что у меня получается, а я, мол, а я вот на компьютере лучше, а у меня ничего не получается. Ну, так делай, делай, пробивай. Когда меня остановили, союз композиторов из музыкальной редакции, я выбил из музыкальной редакции Людмилу Кренкель. Я, этот самый Попов мне пытался меня остановить, ее заместитель, я зашел к нему в кабинет и просто ему сказал, ты понимаешь, что, знаешь, такой вороной жеребец, это с седоком с обрыва, если ему, если он не устраивает, я и тебя сшибу. Причем они мне могли все закрыть. «Яблоки на снегу» восемь раз в эфир выводили, и ни разу они не прошли в эфир, пока уже они прошли на «Песни года». Шмаков, начальник, председатель парткома Останкина, сделал со мной клип после поездки в Геру на рок-фестиваль, где Макаревич говорил, ну, что это за песенка, ну, какой это рок, вот у меня рок, «Рибка в банке», «Рибка в банке», так под «Яблоки на снегу» площадь колебалась, плясала, это было видно, а под «Рибку в банке» стояли и думали долго, что это такое, тем более немцы. Немцам этого драйва ничего не будет. Поэтому своим примером делай, 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 и что-то получится.